Следующий блок, технический блок, это был такой эмоциональный, наверное, блок, который, чтобы вы немного расслабили булки и начали снимать, убрали какие-то свои моменты. У нас будет много, у нас есть много стримов по поводу того, много роликов, как убрать, я стесняюсь, я боюсь, я стесняюсь камеры. Это самая большая боль. Поэтому следующий блок, это свет-блок оборудования. То есть у нас свет, звук, оборудование. Что сюда входит? В этот блок мы поговорим сейчас о свете, о освещении, о звуке, то есть о звуковом сопровождении и об оборудовании, которое вам необходимо. Итак, самое главное в вашем, вашей карьере видеоблогера, в селфи, это то, что вы должны будете использовать два типа света. Естественный свет и искусственный свет. Ну, вы скажете капитан очевидность, конечно, какие еще бывают света. Я к тому говорю, что свет может быть солнечный, это естественный, и электрический, это искусственный. Но у вас есть управление этим светом, то есть вы можете включить и выключить лампочку, а с солнцем вы можете зашторить или занавесить окно. И вот очень, или на улице, когда вы снимаете селфи, надо знать просто несколько правил, о которых мы сейчас с вами поговорим, да. Вот эти правила, они основные. Давайте я вам буду показывать, чтобы вам было проще. Вот есть две лампочки. Первая лампочка, смотрите, да, вот я покажу вам в камеру, чтобы было близко. Видите, здесь написано 5500к и 4900лм. Это очень важно, запомните 5500, 5500к. А лампочка такая бытовая, видите, вот она там икеевская, да, она написана вот две семьсот кельвинов, вот две семьсот кельвинов. И там такая шкала, видите, то есть у всех лампочек, я просто покажу в камеру, вот так вот, да, есть шкала от красного до голубого. Так вот, друзья, вопреки все такому мнению солнце светит не желтым светом, а солнце светит белым светом, холодным белым светом. У солнца не бывает желтого света, как многие думают. И вот когда у вас с одной стороны светит лампочка желтая, а с другой стороны окно белое, то у вас получается такой кадр, что лучше бы его и не было, наверное. Поэтому, что необходимо делать? Вы просто занавешиваете окно, занавешиваете окно, да, и включаете вот такие лампы себе в комнате, если вы снимаете там какой-то стрим, либо что-то еще, да, где-то. Вот не надо, чтобы были разные лампы, потому что это очень плохо, когда бывает белая лампа, желтая лампа, желтая лампа, это совсем, вот у меня здесь белая лампа и тут белая лампа, а позади такая, видите, там она желтоватая, но это очень важно. Или же, если у вас только такие лампы, то старайтесь избирать, когда приходите в магазин, максимально холодный свет, чтобы количество кевинов было, да, желательно, чтобы это было 5500, это 5500, это приближено к настоящему дневному свету. Тут понятно, это очень важный момент, не снимайте вертикально, может тут не видно, но я просто к чему говорю, когда вы снимаете на камеру, на свою камеру, вы должны все время держать ее горизонтально, это горизонтально, горизонт, вот это вертикально, это вертикально, ну вот так, да, то есть вертикально, горизонтально. Камеру надо держать, друзья, го-ри-зонтально, потому что вертикально у вас обрезается два конца, ну, и вы получаете такой, ну, там не совсем интересно. Вы сейчас смотрите горизонтально разрешение, телевизор и горизонтально. Поэтому, когда вы начинаете снимать и ставите телефон, когда вы берете телефон, начинаете снимать, да, на селфи, не знаю, на палку там, на чего угодно, на руку, да, рука трясется, но если вам светит в глаза, вот солнце прямо в глаза, казалось бы, нормальное освещение, нормальное освещение там, да, в этом формате, но это ваше лицо будет очень сильно засвечено и вы потеряете, то есть оно будет как, блин, размазано, при этом вы будете щуриться, вам будет неудобно и здесь снимать по солнцу нельзя, смотреть, чтобы солнце было, то есть глазами на солнце нельзя, вот это запомните, потому что это будет некрасиво. И наоборот, снимать в солнце тоже нельзя, чтобы вы смотрели и солнце получается так, потому что у вас, у вас позади будет источник света и камера будет фокусироваться на источник света, а не на вас, еще не камеры, не звук, то есть у вас в телефоне не искусственный интернет камеры, поэтому, вот что хочу занести, снимайте горизонтально. Дальше, рядом со светом нельзя, вот это что нельзя, помнит, да, смотреть на солнце нельзя и снимать нельзя, на солнце глядя и так нельзя тоже на солнце, да, чтобы солнце было позади, потому что когда у вас солнце сзади, вы снимаете камерой, да, и вы снимаете солнце, у вас будет лицо не будет видно и это плохо, казалось бы хорошо, солнышко освещается, но попробуйте и в этом формате. Следующий момент, на закате все делай быстро. Что это значит? Очень крутые фотографии на море, селфи люди делают и пока вы готовитесь или вот какой-нибудь там, особенно зимний закат там, да, когда солнце, там закат, там снег, там такая вся эта красота, но оно заходит так быстро, что вы даже пока вы там пятое-десято, уже темно, поэтому вы должны быть готовы к тому, что когда пошел закат и быстро снимайте, у вас будет один-два дубля, немного будет, поэтому надо будет к этому готовым. Следующий момент, света при этом много, друзья, не бывает. Это очень и очень важный момент. Чем больше света, особенно лучше всего, когда он сверху, ваши светильники должны быть сверху кругом там, да, либо и он не должен быть позади. Почему? Потому что, если я сейчас вот поставлю, здесь поставлю большой светильник, яркое пятно там, да, то весь фокус камеры будет на это большое светящееся пятно. Потому что очень часто люди сидят, делают селфи, да, и у них позади какой-то огненный шар там, да, или светильник большой. И камера фокусируется не на вас, да, а фокусируется именно на этот замечательный шар, либо на этот светильник. Поэтому совсем-совсем зло. Берите с собой часто вот такую материю. В чем ее прикол? Видите, это обычная ткань, но она светоотражающая. И она вашу картинку, если вы поставите ее где-то сбоку, напротив источника света, сделает еще более вкуснее. Просто ее, если вы повесите, допустим, куда-то, то у вас уже отсюда пойдет еще дополнительные источники света. Это тоже хорошо. Света много не бывает, да, и вот с такой тканью она со мной все время путешествует. Этот ткань, видите, вот, да, она легкая, практичная. А знаете, что еще с ней можно сделать? Окно занавесить. Очень хорошо мы получаем рассеивающий свет, и не важно, где находится солнце. В зените там, да, стоит прямо, мы получаем, мы занавешиваем окно, и она с этой стороны проходит. Все очень, ну, вот просто, если это, вы просто, есть окно, можно просто его занавесить, это окно, а можно использовать его, как дополнительный источник света, потому что света, по большому счету, много не бывает. Вот я вам честно говорю, вот такого плана большие лампы, две-три штуки в Икею в плафоны поставите, будет очень хорошо, они работают и стоят там, ну, не так долго, как профессиональный свет, вот. Понятно, со светом понятно, с большего. Еще, смотрите, потому что бывают разные тени, вот у меня, допустим, если бы не было этой лампы, то у меня эта сторона была засвечена, то есть, когда сбоку свет идет, а это в темноте, я был бы такой, ты-ты. С двух сторон должен быть свет, вот это, то есть, это хорошо, когда идет с двух сторон. Но помните, солнечный свет белый, лампа желтая, вот надо что-то одно, либо лампы, либо солнечный свет, либо можете открывать окно, но там уже, когда мы открываем окно, есть другая засада, друзья. Эта засада называется как? Она типа в привет. Как называется засада, которое мы открываем окно? Конечно же, когда мы открываем окно, мы получаем звук, мы получаем помехи. У нас на улице, и очень часто мы идем, и у нас есть проблемы со звуком. Проблемы со звуком бывают двух типов. Первая проблема, вы говорите невнятно, вы говорите, и то, что вы говорите, понимаете только вы, и, наверное, ваши друзья, которые знают вас хорошо. А в случае, если вы начинаете говорить внятно, четко и понятно, это входит в вашу привычку, и вы начинаете перед съемкой прорабатывать свой голос и речевой аппарат. Тоже важно, да? Соответственно звук. Говорите обязательно громко и внятно. Вот громко и внятно. И при этом у вас должен быть такой стабильный тембр вашей речи, да? Вот пам-пам-пам. И всегда, всегда, всегда помогает, когда вы что-то снимаете, помогает вода. Убираем все помехи. Что значит помехи в вашем случае? То есть, если вы снимаете селфи, друзья, то я рекомендую поставьте телефон в авиарежим. Вот это лучшая рекомендация. То есть, вы поставили его в авиарежим, вам никто не позвонит. Лучшие кадры всегда, всегда. То есть, у вас очень крутой фон, задник крутой, у вас все очень хорошо, у вас и в это время кто-то звонит, вы сбрасываете, а там, на том конце, ну, не совсем далекий человек. Он думает, что за... Я звоню, это же я звоню, что ты меня сбрасываешь? Начинают звонить опять. Вы сбрасываете, а он опять. А телефон не можете выключить, потому что... Ставьте авиарежим. Лайфхак. Поставили авиарежим, и ваш телефон превращается в камеру. Снимайте, будет вам счастье. Соответственно, как бы, когда... Дальше, какие еще помехи бывают по звуку? Когда в окне, очень часто у меня, это мои косяки, помехи по звуку бывают, это когда открыто окно. И пока вы готовитесь к съемкам, окно открыто, вам же нужен воздух, там, пятое-десятое. Тишина. Тишина. А как только вы начали снимать, вот вы начали снимать, да, там поехали. Трактора, бульдозера, скорые, пожарные, там, дети свистят свисток какой-то, какой-то мальчик, ему папа или мама купили свисток, и мальчик не может нравиться, он начинает в этот свисток свистеть, там, барабан стучать, там, какие-то гитаристы начинают играть, там, уличные, как будто они ждали, то есть вы начали снимать, и они ждали. Либо вы снимаете селфи, идете по городу, не идите в места скопления людей, потому что в данном случае у вас будет микрофон, который есть у вас на камере, он будет ловить все, кругом все звуки. Что же в этом случае, друзья, делать? Лучше всего, конечно же, это чтобы, когда вы на улице, берите с собой петличку, но перед тем, как покупать телефон свой, убедитесь в том, что этот телефон поддерживает, поддерживает встроенный внешний микрофон, у него, у любого телефона есть встроенный микрофон, вы в него туда говорите, понятно, да, вон такая маленькая точечка, а должен быть еще поддержка встроенного микрофона, у многих телефонов есть по умолчанию, у многих нет, зависит от модели производителя, поэтому уточните, что такое, это проводок, как в наушники, вставляется, и вы вешаете микрофон сюда, и можете снимать, и, соответственно, микрофон у вас здесь. Качество звука будет гораздо выше, потому что, когда у вас микрофон, вы держите его, неважно, на селфи-палке, на стабилизаторе, ваш микрофон, помимо вас, он ловит еще все, что в округе, и поэтому звук не совсем качественный, поэтому, чтобы у вас было все, это работайте с помехами и с внешним микрофоном, петличкой, называется петличка, она стоит недорого, от 1000 рублей, это боя, и до там 6000 рублей, это радешный микрофон петличный, очень хорошо заходит, поэтому делайте так. Следующий момент, если вы находитесь в комнате, главная проблема звука в комнате, это, конечно же, что? Эхо. Меня удручают люди, которые сидят, и они говорят, я в комнате пустой, сижу, и там такое, сижу, 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 вот реально, вот у меня это шумка, видите, шумоизоляция, да, почему? Надо понимать, как работает звук, звук, он идет, голая стена, он отталкивается и возвращается, поэтому я еще в микрофон уловил то, что я ему сказал, а ему пришло уже эхо, и получается такой, ну, не совсем качественный, это плохо, то есть снимать, и поэтому у многих блогеров, у многих видеоблогеров стоят в комнате мягкие игрушки, диваны, шкафы, не потому, что они такие большие любители мягких игрушек, да, а потому, что это делает звук лучше, звук становится мягче и лучше, поэтому так это работает, да, вот. Опять же убирайте всевозможные посторонние звуки, а с эхо можно бороться, еще такой хороший лайфхак, если вы себе дома возьмете и поставите, положите на пол ковер с широким ворсом, то это будет очень хорошо, потому что и пол тоже резонирует и соответственно звук, он отовсюду отражается и чем больше у вас помех, потому что когда попадает сюда звук в шумку, да, в пирамидке вы эти, он раз и там остается, и поэтому звук он более качественный, чем обычно, да, поэтому смотрите, очень важно со звуком. И шумоизоляция. Хорошо, если вы, к примеру, там, да, где-то если пустая комната, то хорошо помогают шторы, хорошо помогают просто развесить какие-то полотенца, да, то есть вот то, что вне кадра, то, что у вас нет за кадром, развесить какие-то полотенца, шторы, одежду, это все начинает поглощать звук и не дает ему возвращаться назад, чтобы это было понятно. Ну и в общественных местах, если вы хотите снимать селфи где-то в ресторане, то помните, что любые звуки посторонние, они заглушают ваш звук, потому что ваш телефон не понимает, что ему ловить, что вы хотите снимать. У него еще нет искусственного интеллекта. Думаю, скоро будет, но пока нет. А если вы на улице, то у вас главное еще какая проблема называется? Это ветер, ветер дует в микрофон и можно еще побороться, да, с этим, чем это поставить ветрозащиту. Знаете, такие, когда выступают журналисты, у них есть такие, как меховички такие, пуховые там, да, на микрофонах. Это не потому, что в микрофонах холодно, а потому, что это такая ветрозащита и ветер, он не задувает в микрофон и там нет, там хорошее качество звука, ну, лучше. Поэтому на петличку тоже можно вешать ветрозащиту, на микрофон можно вешать такие меховые или, ну, есть поролоновые, но от ветра защитают больше такие меховые, поэтому вешайте ветрозащиту, будет хорошо. Смотрите, друзья, что необходимо помнить, да. На моей памяти есть два главных основных врага у звука, у вашего звука. Первый, главный враг, это, конечно же, враг, это посторонние шумы. А второй, это эхо. Вот эхо, это, вот оно очень, мы вам покажем в школе видеоблогеров, как бороться с эхом и пример того, как есть с эхом и как можно сделать буквально, развесив там две-три покрывала полотенца, поставив игрушки, поставив шкаф какой-то или перейти в другую комнату, как это отразится на качестве звука. Понятно, да. Ну, и помним, что встроенный микрофон в разы хуже, чем внешний микрофон, потому что встроенный микрофон при селфи-съемке, он будет далеко от вас, далеко от источника звука, и если вы еще тихо говорите, то совсем беда. Поэтому петличка хорошо решает проблему, которая и петличку можно вставлять прямо в гнездо, там, где наушники. Вам наушники, пока вы снимаете селфи, ни к чему. Ну, я думаю так. Вот. И помни, да, надо узнать про микрофон перед покупкой телефона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!